Хорошо, все, я стою. Смотрю в камеру, да? Да. Хорошо. Режиссер настраивает аппаратуру и начинает съемку. В кадре Александра Сухова, волонтер приюта «Дорога домой». Здесь, на улице Кондопожской, одним зимним вечером ее жизнь изменилась раз и навсегда. Это был Рекс. Он был выброшен предыдущими хозяевами и замерзал. Это был декабрь, январь, четыре с половиной года назад. Он вырывал ямку в сугробе, прятался туда. Да, ему было не очень комфортно. На самом деле, люди по-разному реагировали. Я, честно, хоть я и очень его боялась, это большой такой рыжий пес, я не понимала, почему животное вызывает такую агрессию. Нашлись и те, кто сопереживал его участие. Кто-то просто подкармливал, как Саша. Через некоторое время никому не нужный пес обрел своего покровителя. Рекс научил девушку общаться с животными и не бояться их. Как говорит сама героиня фильма, не искать отговорок и компромиссов, твердо идти к своей цели. А вот и он, главная звезда картины, трусишка Рекс. Мы выгуливаем Рекса, можно сказать, двумя съемочными командами. Но он маленький, все равно еще боится камеры. Наконец-то пес набрался смелости, и мы смогли начать съемки. Мы решили познакомить вас с тем самым Рексом. Он, конечно, очень волнуется, но я думаю, что все будет хорошо, и он не будет нам срывать кадр очередной. Так, Сашенька, расскажи, пожалуйста, мы знаем, как изменилась твоя жизнь. А вот как изменилась жизнь Рекса? Ну, жизнь Рекса изменилась кардинально, потому что он снова верит человеку. Как вы видите, его очень хорошо здесь кормят в приюте. Он живет по режиму. Он кастрирован. Этот красавчик уже кастрирован. Как раз готов уже отправиться в семью. Вот оно, рыжее счастье. Возможно, благодаря фильму Ильи Зорина Рекс найдет новый дом и любящих хозяев. Молодой режиссер уже однажды помог волонтерам пристроить 10 щенков, которых в начале июня нашли в лесу в районе птицефабрики. Он снял небольшой ролик и выложил в сеть. Желающих приютить малышей не пришлось долго ждать. К слову, большую картину о животных он делает впервые. Путь к такому волонтерско-документальному кино у Ильи тоже начался с собаки. Сейчас я снимаю про собак, потому что буквально полтора месяца назад мы взяли из приюта сами себе вторую собаку. Она очень добрая. И несмотря на то, какие люди были до этого, она все равно сохраняет доброту к нам и преданность. И я верю, что благодаря этому фильму это просто информационное направление, что люди узнают, что можно помочь. И не обязательно деньгами. В самом начале съемок Илья и его друг Ярослав Качалов объявили о сборе средств для приюта. Меньше чем за сутки ребята смогли собрать сумму, которая позволила закупить для собак 170 килограммов еды. Режиссер надеется, что благодаря этой картине удастся пристроить все 60 хвостиков, которые сейчас живут в приюте. Ксения Ларина, Иван Пахомов, Служба новостей.